Привет, украинские пчеловоды! Мы находимся сейчас на конгрессе по пчеловодству EpiMondi 2019 в Канаде, в городе Монреаль, в АпиЭкспо. Сидим на нашем стенде. И у нас есть интересный диалог с канадцем. На самом деле он выходец из Украины, молодой парень, который занимается наукой. На сегодняшний день уже сколько ты живешь? Представься, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Петан. На сегодняшний день я живу в Канаде около четырех лет уже. Были моменты, когда я выезжал-приезжал чуть больше четырех лет, если считать, несколько третий сезонов, а также чуть больше четырех лет. Скажи, а как ты связан с пчеловодством? Как ты попал на конгресс EpiMondi? Ну, это мой второй конгресс, на самом деле. Я был на этом году в 2012 году в Киеве. И с того момента я понял, что надо посещать такие конгрессы. Знаете, очень интересно, много интересных людей, много науки, много технологических, которые можно здесь отследить. Ну, ты лично сам с пчелами работаешь? Ну, у меня дедушка занимался всегда пчеловодством. Знаете, у меня как-то в семье всегда об этом разговоры. Я закончил Винницкую школу номер три. И у нас был такой тоже предмет пчеловодства. Сколько дедушка занимается в Киеве? Сколько лет? Наверное, с детства. Ну, лет сколько это? У дедушки семь лет. Всю жизнь? Хорошо, прекрасно. Он пчелами занимается в Канаде? Да, он занимается в Канаде. Какое количество у него пчелы семей? Он варьирует сильно, но он старается держать это на уровне 100-150. Было 200, у него осталось 120. Хорошо, а можно на такую пасеку 100-150-200 семей прожить в Канаде? Только с пчелами? Я так не думаю. Я думаю, этого маловато, но смотря какие у вас расходы, правильно. Понятно. Но ты вчера говорил, что нужно еще три работы иметь для того, чтобы как-то жить, если у тебя пасек 200 семей. Да, однозначно. Очень тяжело прожить на 150 куликов, потому что чистый доход вы получаете, поэтому вы продолжаете инвестировать в лекарства, в сахар и так далее. Все много заканчивают. То есть 150 семей, если у вас еще есть семья, жена, дети. Невозможно только с этого. Хорошо, а сколько надо пчелосемей иметь в Канаде для того, чтобы жить только с пчел? Вот минимальная планка. Опять же, знаете, это все зависит от пчеловода, но то, что я встречал, в основном начинается от 350-400 семей, когда люди уже начинают работать в полную смену только на свою пасеку, и ни где на стороне уже не работают, то вот от 350 семей начинается. Понятно. То есть не просто так в Канаде развиты промышленные пасеки. То есть есть определенное, скажем так, минимальное количество пчелосемей, которым нужно заниматься, чтобы заниматься только этим, чтобы как-то свои расходы вообще покрывать и зарабатывать на этом, и иметь возможность жить только с пчелосемей, правильно? Достаточно, да. Ведь в Канаде тоже очень большой налог в зависимости от провинции, в зависимости от большого количества пчеловодов сконцентрировано в Альберте и в Соскочеване. Во-первых, там очень много аграрных культур растет, да, то есть как канола, там, даже подсолну где-то выращивают, в культуре, в Кевер, Альф, в Альфа, или Церна. И также там меньше налог, например, чем в Портарио, в Бабайке и в той же Гританской. Пчеловоды платят налоги государству? Все платят налоги, да, так как любой другой бизнес, правильно? То есть они платят с продажи меда, они платят с покупки улет. То есть за все есть налоги, наверное. Понятно. А какие культуры, из каких культур пчеловоды собирают мед в Канаде? Опять же, зависит все от провинции. Канада очень большая по своим размерам, правильно? То есть в центральной части Канады и в западной это в основном клей, Канола, подсолну кое-где. И в британской культуре это в основном Калубика, Клюква. Но с этого много меда не воспринимаешь. Поэтому большинство всего года зарабатывают на плене. Понятно. Ну, а я слышал рапс еще много. Ну, это каждый раз. Канола это да, рапс. Канола это рапс. Да, да. Рапс, рапс, горчица. Понятно. Какая стоимость оптовой цены... Какая стоимость продажи меда оптом в Канаде, если сдавать его за готовительным? Ну, подскажу. В американских долларах? Подскажу. Не знаешь? У дедушки не спрашиваешь? Он оптом не сдает. А как он продает? Ну, в разницу. Он сдает. Есть такие фарм-маркеты, называются, когда люди выращивают свою продукцию или они привозят это на такой, знаете, большой январь, как рыночек такой небольшой, да. Ну, organic-продукция, там, вы можете привезти свой мед, если вы знаете мобельцев, фарм-маркеты. Ну, он в розницу, и вы много знаете, вот, к нему сами приезжать, люди покупают. То есть... Кроме меда, он производит какие-то продукты пчеловодства со своей басики? Не на продаже, нет. У него, если у него кто-то спрашивается про полис, да, он уже там, продать, скрипти, но в целом нет. Ну, он в основном зарабатывает это на плене и на продаже данных. То есть, достаточно производить мед и продавать? Не нужно даже, там, особо заморачиваться другими продуктами пчеловодства? Да. Или просто культура потребления этих продуктов не останавливает? Я думаю, да, опять же, знаете, культура потребления продуктов пчеловодства не так сильно развита, как, например, в Кофе или даже в Украине, мне кажется, это... Люди более осведомлены, что к чему. В его случае и вообще в случае британской группе люди в основном зарабатывают на опыление. Это калумики, это клюквы, как говорила, черешни и других ягод. А какая стоимость? Сколько платится пчелосемью на опыление? Опять же, зависит всё от года. То есть, если там зима была хорошая, пчелосемы в Сеуле сохранились, то есть цена, соответственно, падает, поэтому конкуренция растёт. Ну, в среднем, это около 100 долларов за семью. 100 долларов за семью. По канадским меркам это считается хорошая пчелосема? Ну, все довольны, да. Все довольны. Хорошо. Ну, в таком случае вы не много на мёд вы поднимите. То есть около 20-30 килограмм. Это в лучшем случае вы можете взять. Если это, знаете, дождливое лето, дождливая весна, вы ещё будете загадывать. Хорошо. Ну, а какой средний показатель по Канаде? Сколько человоды Сулья берут за сезон мёда? Есть такое? Ну, примерно там... Есть статистика, но она зависит от провинции. Ну, вот у дедушки, он в Альберте, да? Да. Он в британской клумбе. Я вам скажу по Соскочевану, например. Если... Я с статистикой тоже не владею, но... В этом году люди получили 200 паундов. Они уже были расстроены. 200 паундов это сколько в килограмм? 200 паундов поделить на 0,4 это где-то 90 с чем-то килограмм. Сулья за сезон. И они были расстроены? Да, они расстроились. Украинские пчеловоды, не расстраивайтесь, если вы добыли 50 килограмм сулья. То есть... Ну... Да. Прикольно. Хорошо. Опять же, здесь очень много рапс, очень много горчицы вращаются здесь. В принципе, провинция производит больше всего. Например, Альберта и Соскочеван, они лидеры по производству рапс и горчицы в мире. И развитая индустрия опыления, фермеры заинтересованы, они видят экономический эффект. Они платят пчеловодам, они приглашают их, пчеловоды едут в дорогу. Только в Британской, Колумбии и в восточной части. Это на Ontario. Вот в Quebec распознано... Не знаю за Ontario, Quebec, но за Британскую клубию это однозначно. В Альберте и в Соскочеване никто вам не платится опыления, потому что 95% канона это... Рапса. Она самая окуляемая. То есть, в принципе, фермера, для них нет никакой заинтересованности иметь фермер, знаете, на... иметь пчеловодов на своей земле. То есть, они рады, они всегда вам помогут, всегда могут даже там проехаться с вами, показать, где вам поставить вашу пасеку. Если у вас нет там обрубления, не могут вам даже там выкосить кусочек, если вы, как говорите, нормально. Но в целом, никто не хочет заповлению в западной части. Понятно. Пчеловодство... Государство, вот в Канаде, на государственном уровне, как-то способствует развитию пчеловодства? Как-то помогает пчеловодам или мешает, или ничего не делает? Нет. Я думаю, они помогают, в первую очередь, исследования. То есть, на самом деле, есть достаточно, знаете, таких интригующих вопросов у пчеловодов, которые надо дать ответ. Но, опять же, резистентность... Да, значит, у пчеловодов есть, знаете, много проблем с вароатозом. Наверное, так же самое, как и в Украине, или в Делево, или где-либо еще. То есть, правительство финансирует исследования университета, или на уровне уже самого правительства, то есть министерства. Проводятся исследования, как бридинг, проведение, проведение пчеловодов, которые будут более резистентны к пароатозе, назиматозе и так дальше. Круто! То есть, есть определенная помощь? Да, то есть, государство финансирует исследования для тех, которые выполняют пчеловодов. Круто! Хорошо, вопрос следующий. Ты сказал о том, что, если хорошо перезимовали, нехорошо перезимовали, сколько месяцев продолжается зимовка, и какие проблемы у пчеловодов бывают во время зимовки? Насколько хорошо пчелы зимуют? Сколько процент падежа пчел? Есть какие-то показатели? Опять же, это очень сильно варьирует в Канаде, потому что Канада сама по себе очень большая. Сама лошади, она выступает, по-моему, как и России, если не ошибаюсь. Из-за этого тяжело об этом говорить. То есть, по-разному зимуют, разные температуры есть. В Соскочеване температура зимой доходит до минус 40 в Цельсию. То есть, это в порядке еще. То есть, минус 40 в Цельсию – это нормально. Особенно в северном Соскочеване. Ну и все же падеж. Есть какие-то цифры? Сколько считается нормальным? Процентом? 3, 5, 10, 20%? Не скажу. Хорошо. Какая порода пчелы самая популярная в Канаде? Опять же, зависит от провинции. В Соскочеване, например, это местная Ипра. И есть селекционная станция, которая занимается поведением породы, которая больше всего кремонтизирована в нашем условии. То есть, в Саскотрассе. Саскотрасс – это порода так называется? Они выводят породы, да. То есть, у них там есть место. Хорошо. Ну, у нас есть названия. Украинская Степная, Карпатка, Балесская, Бакфаст, Карника. Ну, масса разных пород. Эта порода имеет какое-то название? Без альянка, может. Не знаешь, да? Ну, нет, нет, нет. Понятно. Какая система ульев популярная в Канаде? Дадам? Корпусной дадам, да? Это связано с популярностью кочевого пчеловодства или по каким-то другим причинам пчеловодства? Я думаю, это просто оптимальная для них система. Это то, что легче работать с корпусами, правильно. Они все взаимозаменяемы. И да, у них очень много перевозок. Я думаю, они больше всего не устраивают. Понятно. Как у населения в Канаде? Насколько популярен мёд? Мы были здесь в супермарках, выходили за продуктами в соседнем возле Кондреского. Мы увидели большую ветрену с мёдом, много компаний, но мёд в основном весь жидкий. Я предполагаю, я могу ошибаться, я предполагаю, что он грет или фильтрованный. То есть это обычная практика развитых стран, стран Европы, когда потребитель хочет купить жидкий мёд круглый год, и компания вместо того, чтобы объяснять, что это плохо и неправильно, они ему дают то, что он хочет. Хороший вопрос на самом деле. Если вы обратите внимание, в следующий раз у них на этикетке 80% будет написано «pasterized». Пастеризованный. Да, прокипяченный по большому счёту. Может, он и не прокипяченный, но он однозначно профильный. Из-за этого он не садится, не кристаллизуется. Люди нормально его употребляют, для них это норма жизни, да? А вот вопрос. Вот твой дедушка, он торгует на ярмарке, там, я думаю, другие пчеловоды. Он сдаёт на ярмарке. Он сдаёт на ярмарке. Там мёд всё-таки съевший в естественном виде или тоже его греют в культуре? По-разному. По-разному. По-разному, да. Он сдаёт как только откачивают. Понятно, он потом кристаллизируется. Как скоро? Месяц. Может, полгода, месяц. Ну, как у нас средний показатель, да, да. Акцессивность есть, это ещё разнотравит, это может быть понятное дело. Но люди на ярмарке к этому очень нормально относят. Те, кто приходят, они, знаете, в основном, за здоровый образ жизни. И они чуть-чуть понимают больше, чем обычный покупатель. А продукции пчеловодов. То есть, они понимают, что кристаллизация – это абсолютно нормальный процесс. Поэтому нет никаких проблем. Понятно. А есть ли проблемы со сбытом мёда у канадских пчеловодов? Или рынок развит, много закупчиков, в принципе, не проблема его продать, если не хочешь торговать в розницу им сам? Просто взять и отдать окно? Да. Так и нет. Сдают в основном в КОП, но и… Куда сдают? В КОП. Это называется такая вот… Это организация какая-то? Своего рода организация. Это государственная или частная? Я предполагаю… Даже немного скажу. Мне кажется, это государственная. Тяжелая ситуация, я не знаю. И потом эта организация занимается его дальнейшим сбытом, дальнейшей реализацией? Я так понимаю, по магазинам каким-то? Еще куда-то, еще куда-то. Да, да, да. Конечно, вопрос цены опять же. Все годы, например, могут быть недовольны ценой, знаете. Они могут подождать до земли или еще какого-то периода. А цена меняется оптовая в зависимости от времени года? Ну, по их словам, да. Может. Может. Хорошо. Многие не сдают сразу. Я вот вижу здесь на конгрессе очень много американских компаний, которые производят пчеловодный инвентарь. Есть канадские компании, которые производят пчеловодный инвентарь и наполняют им местный рынок? Или где пчеловоды его берут? Где они берут ващину? Где они берут инвентарь в Канаде? Ващину здесь вообще мало кто берет. Естественно, мы заметили рамки на промышленном базе как пластиковые. Все пластиковые рамки имеются? Больше всего, да. Больше всего. Пчела нормально их отстраивают? Никаких проблем нет? Они отстраивают дольше, чем посчитывают этот баг. Многие промышленные пчеловоды не опускают в энергию рамку пластиковые. В воздух. Абсолютно. И потом пчела спокойно это все отстраивают? Ну, дольше, чем, скажем, ващину. То есть, они длиннее строят. Да, там вот работа в конце. Хорошо. А почему не производить здесь местную ващину? У нас, допустим, в Украине масса производителей ващины и пластиков практически ничего не получат. Ну, это ясное дело. Ну, а то, что дольше пчела отстраивает и оборот воска нужен. Или здесь воск не так востребован? Покупают воск? Покупают. То есть, да. Если вы хотите, например, обработать свою пластиковую рамку воском, правильно? Да вы где там взяли? Покупаете воск, да. Сертификат от все. Потом вы делаете большую здоровенную ванну с воском. Вы снизу разогреваете ее. И воск идет наверх. Вода внизу. Вы знаете, подняли. Пленочка появляется. Валенькая на рамку. Сейчас вы написали. Хорошо. А производство пчеловодного эндаря развито в Канаде? В местном? Я не думаю. Я думаю, это все приходит с Китая. Я думаю, это... С Америки, наверно. Да, с Америки. Ну, если вы говорите о медогонках, вот это... Суждогонки, дымари, стамески, фельдши. Вот все, что мне там вообще нужно опасить. Я думаю, большинство мелочей. Вот там стамесок, щеток, всяких попадок. Это все с Китая не доказывается. Ну, а где дедушка это запускает? Он покупает там лица. Это пчеловодный магазин? Да, это такой большой пчеловодный центр. Он приезжает и там все есть, да? Да, там все есть и начинают. Там даже машина есть. Там все есть, в принципе. Ну, а я слышал, здесь очень многие покупают на Амазоне. Наверно, и пчеловодный инвентарь тоже там можно купить. Развитые покупки инвентаря пчеловодами через интернет в Канаде. Я думаю, смотря на каком уровне, если там у вас там до 300 семей, там возможно, да, это имеет смысл. Те, кто имеют уже за 500 семей, за 1000, у них уже, знаете, налажены свои контакты. Те, им дешевле, им проще, наверное, покупать. Проверить. Понятно. У нас в Украине развита... Наверное, это не так кажется. Покупают. Покупают. Часто покупают. С Южной Америки маркер. Опять же, кому как удобнее, у кого на что, знаете, специализированный маркер. Да. То есть, многие покупают, многие и сами выводят. То есть, я знаю пасеки, у которых там около 5000 семей, и у них на стороне небольшая своя, знаете, какая черная фирма, которая занимается только маркер. Очень классно. Мы вот собираемся сейчас ехать на промышленную пасеку Интермель. И это фактически афитуризм, который, если я правильно помню цифры, там около 150 тысяч туристов в год приезжает на эту пасеку. Там какие-то колоссальные цифры. Соответственно, но основной заработок на туристах, я так понимаю. Где эта пасека на пасеке? 40 километров от Монреаля. Нам сказали на конгрессе. Мы туда, вот когда, завтра или послезавтра верим. Монреаль – это один из самых населенных городов. То есть, это Монреаль, Трандом. Эти три города – это, в принципе, вообще все канадское население сконцентрировано в этих трех городах и вокруг. Поэтому, естественно, если у вас какой-то туристический центр возле вокруг этих городов, то у вас, возможно, будут приходить туристы. Или все делают упор все-таки на мед, и в другую сторону не смотрят особо? Нет, мне тяжело. Я живу в центральной паре, в центральной части Канады, в Скачеване, где, в принципе, население всей провинции меньше одного миллиона. По объему половины Европы. То есть, нам о туризме тяжело говорить в целом. Понятно. Ну, а как вообще, по канадским меркам, цена меда дорогая для населения? Насколько он доступен? Или нет у них такого понятия, они просто покупают как обычный продукт? Я бы сказал, мед – это не дешевый продукт, но он достаточно доступен для обычного канадца. То есть, он, я бы сказал, немножко дороже, чем джем. Это альтернативы, получается? Да. Ну, и, 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 может быть, например, да, но на одной цене шоколадной пасты, стендовой, например, плюс-минус. Может, немножко дороже, если это хороший мед, он будет стоить дороже, чем два-три доллара. Хорошо. Я думаю, что тренд здорового питания в Канаде вообще развит. Насколько они понимают, что мед – это один из главных продуктов, укрепляющих там здоровье при регулярном употреблении? Насколько они это ценят и отдают ему предпочтение? Мне кажется, это становится более популярным. Знаете, люди начинают с модели тоже органического производства и спирного питания, как вы сказали. Я думаю, люди становятся более образованными. И в плане вот диеты и мед, естественно, это одна из главных продуктов. Понятно. Еще вопрос пчеловодной литературы. Есть ли специализированные пчеловодные издания, которые печатаются, выпускаются, распространяются по Канаде для канадских пчеловодов, где рассказывают, как водить пчел, какие есть там достижения в области пчеловодов. Ну, вот все аспекты связаны с пчеловодством именно в Канаде. Я знаю, по крайней мере, одно издание, но мы их гораздо больше. Как называете? Не подскажу, что. Но дедушка используется, наверное, выписывает. Да, да, я просто разужил, что он найдет ни один пчеловод. Выходи сюда на журнал, но не подскажу, сколько их, на самом деле, сейчас на ренте и как они позволяют. То есть я не скажу за этим. Просто у нас там ютуб, ютуб-канал и информация в интернете активно сейчас развивается, и все тяжелее становится пчеловодным изданием печатным конкурировать с интернетом. Возвешел, посмотрел любую информацию и все. То есть Канада в этом плане намного более развитая страна. Здесь, ну, это одна из самых развитых стран мира. И вот интересно, то есть сегмент пчеловодных изданий, он все-таки остался, его поддерживают определенные пчеловоды, потому что они хотят читать бумагу, они лазят в интернете и там читать или смотреть непроверенную информацию. Я правильно понимаю? Я не подскажу. Непонятно, да? Наверное, это все зависит, знаете, от нашего года, то есть от его возраста. То есть если это там дедушка за 70 лет, например, как мы его мысли, он не смотрит в YouTube, например. В принципе, не надо следить за этим. У него свое видение пазики, да? То есть он может выписать журнал, может просматривать его, но у него нет такого, что он следил за какими-то множествами. Вчера мы общались тоже с украинскими иммигрантами, и они сказали, что пока они не достигли количества полторы тысячи пчелосемей, они не смогли уволиться с основной работы. Я абсолютно не понимаю, однозначно. Это тоже рисковый бизнес, правильно? В зависимости, в Канаде вы или в Украине, или где-либо угодно. То есть если у вас год прогорел, или вы не взяли столько взятка, или тяжелое взима, то есть надо кормить семей. Биллы приходят, таксы приходят, правильно? Кто приходит? Биллы, что это? Счета. Счета? Прошу прощения, да. Счета. Биллы. За жилье, за телефон, за машину. Вышивал и биллы приходят. Страховки на машину, правильно? То есть все живут в кредит, да? Очень часто, да. Очень часто у всех кредит на машину, на дом. Ну, то есть, чтобы вы понимали, то есть заплатить за телефон в месяц, это минимум 60 долларов. Ну, относительно уровня заработка непонятно. Да, да. Много, мало. Ну, скажем, минимальная зарплата вот у человека, 12 долларов в час, то есть около 2000 долларов в месяц. Ну, это, наверное, мало для Канады. Это мало. Это жить в проголосе, да? Ну, это так, знаете. Шибко не разбежишься. Надо к концу с концами сходить. Хорошо. А какая должна быть средняя зарплата, ну, чтобы нормально жить? Я не говорю там покупать квартиры, машины, ну, питаться, хотя бы нормально одеваться. Они куда-то. Видите, зависит, опять же, от провинции. Вот, где мы сейчас находимся, в Монреале, вы сами можете... Урабейте, да. Да, да. Как-то, да, скажем, в мобильной бульберте заскочила, да, акции меньше, из-за этого то, что вы можете позволить себе на 3000 долларов в альберте, вы никогда не позволите себе этот товар. Понятно. Отвечая на Ваш вопрос, сколько надо минимум, чтобы не оглядываться обратно, мне кажется, что тысяча четыре, наверное, хорошая зарплата для человека, который работает. Мы также увидели здесь на конгрессе, есть стенды нескольких провинций канадских, которые просто поддерживают местных пчеловодов отдельным стендом отдельной провинции. Это как их личная инициатива или это государственная какая-то программа. Они говорят, что мы просто поддерживаем, мы рассказываем, как происходит пчеловодство у нас в провинции, чем занимаются наши пчеловоды, мы рекламируем мед, который они производят. Мы недоходная организация, мы вот просто помогаем пчеловодам. На Всемирном Конгрессе в одной стране несколько провинций представлены с отдельными стендами. Ну, это значит, действительно помогают местным пчеловодам. Это круто. Наверное, надо у них спросить, откуда вот... Ну, Соскочеван, Альберда. Да, Британская, Колумбия, тоже. Третий стенд. Да, минимум три провинции здесь были. Сколько всего провинций в Канаде? Хорошо, прошу. Ну, примерно там. Ну, я здесь, наверное. Два десятка, один десятка. Ну, около, да, двенадцати, восемь. Двенадцати, десяти провинций. То есть это три страны фактически отдельными. Это как у нас три области представлены. Куда, ну, да, это помощь, на помощь государственная. Хорошо, а канадские пчеловоды равняются на кого-то? Ну, в том плане, что, допустим, есть какая-то страна, они на нее смотрят и думают, вот там классно, пчеловодство развито, вот мы тоже так хотим. Или они сами на себя в своих условиях работают и не думают ни о чем. Я думаю, они всегда, знаете, хотят совершать свой, то есть всегда стремятся улучшить свою классику, более сделать, чем модернизированные. Всегда смотрят уже на Австралию, мне кажется, на это. Приезжают австралиицы. То есть там более раз это пчеловодство? Я бы не сказал, что там более раз. Мне тяжело сидеть, я не был в Австралии. Но они держатся на уровне, то есть Канады приступили. Из-за этого есть обмен опытом, обмен технологиями. Понятно. Ну, мне кажется, интересный достаточно живой разговор у нас получился. Ставьте лайки, пишите комментарии, может на какие-то вопросы мы не ответили, я с удовольствием отвечу. Мы снимали это видео компанией Медок, наш сайт медок.ком снимали специально для канала Ивана Фабро. Только здесь эксклюзивно вы сможете увидеть это видео. Ну, будет еще много интересного с этого конгресса. Мы стараемся, чтобы те, кто по какой-то причине не смог посетить конгресс, ощутил эффект полного присутствия на конгрессе с помощью просмотра этих видео. Всем хорошего дня, украинские пчеловоды. Пока. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...